ребята всем привет сегодня поговорим о такой части экзамена или таком способе изучения немецкого языка как херенс херенс есть на экзамене херенс вы изучаете во время своих языковых курсов ну и сегодня пару слов именно о нем по статистике нашей группы и параллельных групп с кем я общался студенты определяют херенс как самую легкую часть экзамена или теста который мы сдаем я считаю немножко по-другому об этом я скажу позже чтобы разобраться мы пойдем от общего к частному сейчас я приведу два примера и уже на этих примерах я объясню что к чему для начала я задам один простой вопрос вы попробуйте понять что я вас попросил вот из юный вот из юный вот из юный это был первый пример первый вопрос и еще один пример я задам один и тот же вопрос пять раз ваша задача понять что я вас просил и и мысленно ответить и так как дела how are you яг справы яг самаш и гельстер теперь давайте объясню что я хотел показать этими примерами в первом случае вы уверен абсолютно все узнали фразу английского языка вот и звеным это самая ходовая юная на всеми весь мир знает и вы ее узнали эту фразу во втором случае я назвал сказал еще одну фразу на 5 языках по сути это один и тот же вопрос только на 5 языках некоторые языки вы знаете хорошо соответственно никаких проблем все понял готов отвечать некоторые языки вы или вообще не знаете или немножко похуже знаете и у вас сразу мозг начинает напрягаться что же он сказал также вернемся к такому пример как первому примеру вы когда-нибудь обращали что в фразе вот из йо нэйм вы говорите не ю а именно йо и дословной мы бы перевели как что есть твое имя мы никогда об этом не задумывались мы слышим фразу и вот из йо нэм и сразу следует шаблонный ответ my name is там как вас зовут то есть мы разговариваем коротенькими фразами которые мы заучиваем они шаблоном ложатся на подкорку где-то и мы их знаем и в соответствии с ситуацией мы нужную фразу воспроизводим следующий второй вопрос когда я называл один и тот же вопрос на разных языках в случае если вы не знаете какого-то языка у вас мозг работает так не знаю распознать невозможно все соответственно ответа никакого нет или же прекрасно знаю это просто сразу же следует шаблонный ответ и когда мы учим иностранный язык или когда мы обращаемся к своему родному языку мутешбрака мы знаем миллионы вот этих коротеньких фраз и беседуя с собеседником мы их просто распознаем вне зависимости с какой интонации с какой скоростью собеседник произносит когда мы когда мы изучаем иностранный язык тот же самый немецкий мы начинаем с простых слов местоимения глагол какое-то существительное почему сложно распознать такую фразу почему сложно говорить потому что каждый раз мы собираем новое для мозга предложение их шпрехе дочь то есть надо поставить себя потом надо глагол выбрать а потом еще надо подумать какое существительное поставить для людей которые разговаривают на языке это все происходит автоматически и так мы немножко разобрались с тем что восприятие на слух это по сути распознаванием фраз в речи говорящего как же готовиться к экзамену в экзамене мы знаем что включают радио вам нужно слушать коротенькие тексты и маркером отмечать правильные ответы правильно неправильно из трех выбирать значит на мой взгляд для уровня а1 а2 самым бесполезным вариантом это будет слушать радио вот или смотреть там фильм с субтитрами но фильм это немножко другое вот радио вы включаете радио в надежде о том что вы поймете этот язык вы к нему привыкнете но давайте представим что вот прямо сейчас мы решили выучить какой-то еще один язык вы включаете радио и целыми днями сидите перед ним вы не сможете ничего понять и вы не сможете забрать ни одной фразы поскольку у вас нет ассоциации с некоторым звучанием слова и какой-то информации которая привязывается к этому слову или как звучит фраза и некоторый объем информации который сопоставлен этой фразе то есть радио для начальных уровней я нахожу бесполезным до бы альц выше уровне b1 b2 и далее будет полезным поскольку вы уже сможете разбивать текст вы будете воспринимать информацию и радио даст вам возможность выслушивать слова правильность произношения интонации какие-то ароматические конструкции сможете уже на лету определять но для начальных уровней радио не подходит следующий способ это фильмы с субтитрами я пользуюсь этим способом у меня есть там некоторые фильмы которые я посматриваю субтитры мне помогают разобраться да и на слух воспринял но слово не понял субтитр дает возможность мне посмотреть словаре значение этого слова но этот способ эффективен в том случае если у вас есть очень много времени и вы не напряжены ограниченными сроками в случае с нами с моим в случае со мной у меня было 7 месяцев и я знаю что я по истечении 7 месяцев обязан сдать экзамен и разбираться с херенсом что же делать выход это слушать то что будет на экзамене вот эти херенсы которые вы в классе прослушаете в книжке аудиозаписи прослушиваете они входят в так называемый модель тест модель тесты то есть модель тест предусматривает набор по херензу полезену по шайбену и по шпрехену в зависимости от моделя тесты структура херенза будет оставаться та же самая но аудиодорожки будут меняться в интернете есть youtube каналы я постараюсь не забыть и оставить ссылочку в описании где выложены херенсы для вот этих моделей тестов тестов вы открываете это это видео читаете задание можете отмечать там для себя слушайте аудиодорожку на бумаге отмечайте ответы и в конце будут правильные ответы то есть вы можете снова прослушать этот херенс и сопоставить к правильным ответом эти херенсы из года в год повторяются я находил модели тесты модель тесты для предыдущих лет я их тоже прослушивал тоже делал и также большую часть я готовил по модель тестам для 22 года может сложиться впечатление что найдя модель тесты там для 23 года вы будете слушать как бы правильные ответы вы будете запоминать и придете на экзамен прямо вал я все решил я все знаю на самом деле это не так у меня на экзамене попалось около двух вопросов которые я уверенно распознал или или у меня сложилось такое впечатление что их распознал поскольку как бы много информации перебрано ухо уже поставлено на вот эти тесты и мало сложится впечатление но на самом деле вопросы были другие в чем прелесть подготовки именно вот по ютубу по этим модель тестам есть очень много ситуаций в этих тестах которые повторяются например прогноз погоды то есть вам говорят погоду вам нужно сказать будет ли завтра солнечный день вы звоните в поликлинику и вам говорят фразу что вы позвонили в нерабочее время пожалуйста перезвоните завтра может быть ситуация вы приходили в клинику вы забыли документы пожалуйста придите и заберите документы то есть таких ситуаций масса все запомнить идеально и подобрать каждый ответ запомните соответствие ответа это тяжело но слушайте херензы как я говорил в начале видео вы начинайте распознавать фразы это есть тот ключик к выполнению херензов вы слышите например идет диалог про дорогу вы слышите слово там штаву пробка вы слышите слово умфаль авария вы слышите там какое-нибудь слово например фальш фары это водитель который едет вам навстречу по по одностороннему движению вы тренируетесь распознавать именно вот эти коротенькие слова соответственно прослушивая коротенький диалог вы не напрягаетесь чтобы понять все вы четко отличаете начало потом основную часть там идет перебор информации ну и там концовочку также вы изучаете вариативность ситуации которые предоставляются херенсом то есть это магазин это клиника это прогноз погоды это поговорили там про одежду и вы приблизительно настроены и готовы слушать именно вот такие тексты в случае когда вы смотрите фильмы субтитрами разбираете может сложиться так что вы даже не попадете ни одного раза на какую-то ситуацию которая есть в херенце то есть звонок звонок поликлинику объявление по радио про то что есть пробка на дороге далее что еще можно сделать я для себя приготовил листики где расписал херенс по частям там идет часть 1 по моему 5 вопросов пишем тайл 1 1 2 2 опять же там не помню сколько вопросов и так до 4 разбиваем на листике набираем в этом городе на одну страничку помещается два таких варианта печатаем много таких бумажек и садимся на youtube канал где есть вот эти херензы прослушиваем херенс ставим вариант ответа при этом если вы услышали херенс приблизительно понимаете какой ответ но при этом сто процентов не знаете правильно вы его поставили или нет и отметьте АБЦ отметьте ту позицию которую считаете нужную и поставьте рядышком знак вопроса после того когда вы прошли весь херенс в конце есть ответы вы выверяете ваш тест смотрите где правильно и где неправильно будут естественно неправильные ответы вы возвращаетесь к этим частям прослушивайте еще раз и и также возвращайтесь к тем ответам где поставили знак вопроса даже если вы ответили правильно но не уверены для того чтобы еще раз прослушать еще раз убедиться и запомнить насколько хорошо нужно пройти вот на ю тубе этот тест у меня получалось так что когда я начинал качать херенс я делал до 5 ошибок у меня вообще было плохо с херенсом я слушал 5 ошибок это очень много когда вы слушаете повтор на раз уже разобранный херенс количество ошибок практически ноль ну часто даже бывает ноль все его разобрали повторили еще раз прогнали этот тест все четко вы запомнили поставили правильные ответы но на следующий день я делаю опять же этот тест и получается одна две ошибки мой совет мой совет не стоит упариваться чтобы всегда выходить в идеальное вот количество там чтобы ноль ошибок не надо поскольку у вас это займет очень много времени займет много сил вы просто выгорите на этих херенсах и ничего другого не сможете делать если вы открываете любой херенс и выполняете его с показателем 1-2 ошибки я считаю это прекрасный результат поскольку херенс в экзамене будет складываться с лезеном количество баллов то здесь вы выполнили вот так вы взяли 60 процентов с очень большим запасом даже если в лезене наделаете ошибок то херенс вам здорово компенсирует и вы выйдете на бальц дальше это пожалуй уже в заключение будет как лучше слушать херенс это техническая часть вот у меня на столе лежат наушники естественно вам понадобится или какой-нибудь ноутбук достаточно любой старенький ноутбук который берет интернет и может аудио воспроизводить желательно наушники я себе взял наушники вот именно с такими матерченными амбушюрами поскольку у меня основная часть изучения немецкого попала на лето и я слушал вот так именно не кожа а чтобы голова дышала еще плюс таких наушников вы не слышите то что у вас происходит дома это закрытые наушники обращаю ваше внимание когда будете выбирать бывает так что с этой стороны есть перфорированная сеточка дырочки если вы купите с перфорацией это будут считаться открытые наушники и вы будете слышать улицу будете слышать ваших родственников которые ходят в квартире и вам будет тяжелее выполнять если вы живете сами дома можно брать открытые наушники также если например не хватает денег или нет ноутбука и вообще как бы все так достаточно будет обыкновенных наушников bluetooth затычки вставляйте в уши и с помощью телефона можете делать тот же самый youtube кстати вот эти наушники затычки они прекрасно подключаются и к ноутбуку по bluetooth кто не знал можете спокойно подключиться и сидеть и тренироваться вот в таких наушниках ну и как заключение я хочу сказать что Hörens лично по моему мнению лично для меня это была самая сложная часть экзамена это мнение не совпадает с общей статистикой как наши ребята считают мои знакомые но лично для меня это была самая тяжелая часть также еще почему тяжело вы начинаете экзамен с этой части вы попадаете на скажем так всплеск адреналина начало экзамена это обязательно адреналин вас немножко колотит вы переживаете а тут еще надо послушать поэтому по эмоциональному состоянию и чисто технически Hörens был для меня тяжелый еще как резюме скажу что Hörens это умение распознавать фраз в речи чем больше вы таких фраз знаете тем проще вам будет сдавать Hörens надеюсь кому-то это видео будет полезным пользуйтесь сдавайте экзамен все будет хорошо спасибо за просмотр